Уход за пальмами в зимний период несложный, так как в это время растение отдыхает. И мы их, конечно же, подкармливаем. Ну, подкармливаем ближе уже к весне, чтобы они активизировались. Ну и, конечно же, это обязательно полив, прополка. Пытаемся создать естественные условия, максимально создать естественные условия для пальм. В Красноярске живут пальмы рода Трахикарпус. Они не самые привередливые и прекрасно приживаются в сибирских условиях. Однако срок жизни в катках в специальных ящиках, где находятся растения, сокращается почти в четыре раза. Если в природе они живут сто лет, то в искусственной среде около тридцати. Но даже здесь, в суровом климате Красноярска, деревья продолжают свисти и размножаться. Ну, вот это у нас сейчас цветение пальмы. Как раз оно прям такое набирает всю красоту. Это, как можно сказать, деточки пальмы. А, и вы их потом пересаживать будете? На самом деле это тяжеловато сделать. Мы пробовали. Лучше уже не нарушать корневую систему. В теплицах зимуют не только пальмы, но и другие виды растений. Например, тюльпаны. Высаживать цветы работники управления начинают в конце сентября – начале октября. До января саженцы хранят в темном помещении при температуре плюс 7 градусов. Потом коробки с тюльпанами выносят в теплые помещения. Уже там температуру повышают до 17 градусов тепла. Сейчас мы находимся в теплице, где выращивают тюльпаны. Здесь более 200 тысяч цветов на любой вкус и цвет. Например, этот вид тюльпана – таймлес. Уже можно увидеть, как он немножечко раскрывается. Будет примерно красным цветом с белой каемкой. Полностью бутон свой раскроет уже ближе к марту. То есть к международному женскому дню цветы смогут передать оптовикам для их дальнейшей продажи. Что касается пальм, то они простоят в управлении зеленого строительства как минимум до мая. А после их перенесут на привычные места. Вдоль набережной, в скверах и рядом с фонтанами. В этом году город будут украшать 85 экзотических деревьев. Надежда Шепенева, Илья Сергеенко, Новости ТВК.